Здравствуйте, меня зовут Ольга Коломоец, я ведущая проекта «Библейские каникулы». Сегодня хочу рассказать вам об одном из наших онлайн-курсов, которые проходили. Этот онлайн-курс называется «Святое Евангелие. Чтение в семье». Наши курсы направлены на то, чтобы родители занимались с детьми, смотрели онлайн-уроки или в записи, и потом уже дома самостоятельно выполняли какие-то домашние задания или же расширяли изученную тему, делали конспекты. Мы делаем вот такие, ведём по каждому курсу вот такие альбомы-конспекты, которые потом остаются. И если ребёнок вас впоследствии будет задавать вам какие-то вопросы о Библии или о Евангелии, вот как в данном случае, то вы легко сможете с помощью этих конспектов ему ответить. В чём же особенность этих конспектов? Сначала мы всегда пишем какие-то факты об изучаемых книгах. Мы изучали четверо Евангелия, поэтому записали самые важные факты о нём. Далее мы поговорили о каждом из Евангелий и его особенностях. Запомнили, что у нас было четыре евангелиста-апостола. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Вот, и что они поведали нам благую весть. Как мы изучали Святой Евангелие? Мы изучали его в форме, как синаптическое. То есть мы шли по хронологии от Рождества Иисуса Христа, рисовали вот такую хронологическую ленту и на ней отмечали события, которые, евангельские события, которые происходили от Рождества Христова. И также мы указывали, где ссылочку на Евангелие в этом событии. Об этом событии. Например, бывало, что ссылка может быть одна. Поклонение пастухов. Лука, 2 глава, с 8 по 20 стих. А иногда у нас ссылочки были на все Евангелие. Вот, например. Проповедь Иоанна Предтечи в пустыне. Свидетельство о Христе. И об этом говорится сразу во всех четырех Евангелиях. И Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Мы также делали различные окошечки, открывашечки. Зарисовывали животных. Или делали вот такие подвижные картинки, например. Вот, Иоанн Креститель проповедует. А если мы её подвинем, то Иоанн Креститель оказывается в тюрьме. Итак, у нас на каждой, на многие истории Священного Писания, именно евангельские истории, это, например, история о расслабленном. Когда друзья его принесли, вот. Он был расслабленным, потом Господь его исцелил, и вот он пошёл домой. Ой, выпал, не стараюсь. Вот. Или же, например, у нас был слепой. Да, вот он слепой. Господь помолился, и он стал зрячим. Вот. Вот такие различные открывашечки. Какие-то окошечки. Например, вот история о игольном ушке. Вот у нас тут есть иголочка, нарисована с ниточкой. И также рассказывается такое окошечко, которое повествует нам в картинках, о чём же это говорилось, об игольных ушках этих. Что это за игольные уши. Вот. Таким образом, мы за 8 занятий, которые длится примерно час, изучили всю евангельскую хронологию до воскресения Христа. Вот Мария Магдалина у нас говорит, он жив. Потом Господь являлся своим ученикам и вознёсся на небеса. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Это последние слова Евангелия от Матфея, 28 глава, 19 стих. Одни из последних слов. То есть, во время курса дети вместе с родителями, вот у нас тут такие облачка, они шевелятся, например, вот, или у лодки парус движется в зависимости от ветра. То есть, когда идёт курс, он длится 8 занятий. Вы смотрите эти занятия уже в записи. И каждое занятие делаете конспект. Обычно мы делали 3 альбомных страницы. И там подробно можно посмотреть, какие, где открывашечки, окошечки, подвижные какие-то детали есть. Это своеобразные такие запоминательные крючки для ребёнка, чтобы у него выстраивалась эта евангельская хронология. Потому что порой даже, если мы и знаем Евангелие, то мы не всегда знаем, в каком хронологическом порядке всё это происходило. Мы не так много знаем о самих евангелистах. В чём особенность каждого из Евангелий. И почему их 4, этих Евангелий, почему оно не одно. Об этом всё мы говорим в нашем курсе довольно простым языком. Понятным и для детей младшего возраста, и среднего, и для родителей, конечно. Малыши не так много рисуют. Родители им помогают, ведут конспекты вместе с ними. Старшие ребята прекрасно справляются с школьного возраста сами с конспектами. Кроме того, для этого курса у нас есть рабочая тетрадь, которую можно распечатать. И там каждому уроку есть какие-то задания по пройденным темам. То есть это ещё раз можно повторить то, о чём рассказывалось на занятии. И в конце каждого занятия, минут 10-15, мы уделяем какой-то теме, которая связана с Евангелием. Например, у нас была тема, что говорят святые отцы о чтении Евангелия. Почему оно так полезно, почему нам нужно читать Евангелие как можно чаще, почему его нужно изучать. Также мы говорили о Евангелии в искусстве, в поэзии, в живописи. И так вот каждое занятие мы говорили о чём-то, что связано с Евангелием. То есть как, чтобы эта книга святая Евангелия, она не была какой-то книгой, оторванной от реальной жизни. А дети и родители могли понять, что эта книга, она живая. Что она, как была написана почти 2000 лет назад, и она тогда была актуальна для церкви новой, молодой, которая только образовалась на земле. Так эта книга актуальна и по сей день. Она не стала какой-то несовременной, или старинной, или архаичной. Она и сейчас несёт в себе эти живые глаголы, которые нам помогут изменить нашу жизнь. Которые нам помогут понять смысл нашей жизни. Которые помогут нам жить по-христиански и быть той частью церкви, о которой нам поведал Христос, и которую Он основал на земле. И продолжателями этих традиций, которых являемся мы все христиане. Поэтому очень важно знать Евангелие. Очень важно его изучить. И вот именно поэтому я составила этот курс, потому что сама хотела более глубоко вместе с детьми изучить эту хронологию. Потом можно возвращаться к этим конспектам, к этим рабочим тетрадям через год, через два, через полмесяца. Или же старшие дети отучились по этим конспектам, потом подрастают младшие, можно с ними заниматься, им будет очень интересно. Кроме того, мы берем время от времени эти конспекты с собой на службу. И младшие дети сидят и рассматривают все эти открывашечки, открывают, смотрят. И они таким образом заняты. И, соответственно, это не просто какая-то книжка, которую интересно они читают. Но также они прикасаются к священному писанию, таким образом, через эти альбомы-конспекты. А рабочая тетрадь, которая тоже идет к этому курсу, она еще более помогает запомнить то, что было изучено на занятии, потом законспектировано в конспект, зарисовано. И потом уже там различные есть ребусы, для малышей есть раскраски различные, какие-то вопросы-ответы. И на каждом занятии нужно, даже есть поделки, например, есть одна из поделок, сделать плакат с заповедями блаженств и так далее. То есть на каждом занятии мы закрепляем тему какими-то интересными заданиями, чтобы ребенок не прослушал, просто скучно какую-то евангельскую историю, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот, и пошел себе. Нет, чтобы это была живая история, которая касается и его, что это не было там когда-то, когда-то, несколько тысяч лет назад, вот. А сейчас это все уже давно забыто. Нет, это все живая история, она касается каждого христианина, каждого человека, который верит в Бога. И эти конспекты, они нам показывают то, что всё это может происходить и сейчас. И сейчас есть грешные люди, и сейчас есть лицемеры, и сейчас есть верующие и кающиеся грешники. Это вечная наша история, нас, людей. И она не оторвана от реальности. И вот очень важно донести это, да, самим это осознать, понять, что Библия — это не старинная какая-то книга, это сегодняшняя книга. Она актуальна именно сегодня для каждого из нас. Там есть история каждого из нас. Мне очень нравится история о Митрополите Антонии Сурожском, когда он спрашивал людей, какой у тебя самый любимый евангельский отрывок. И потом он спрашивал, почему, и ещё с каким евангельским героем ты себя ассоциируешь. Вот нам тоже очень важно ответить на эти вопросы. Какой у нас самый любимый отрывок, почему он, и с каким евангельским героем мы себя можем ассоциировать. То есть Евангелие — это книга сегодняшнего дня, это благая весть, которая сейчас, она всегда с нами, она нам нужна, она нам жизненно просто необходима. Потому что посредством Евангелия мы также познаём Господа, как и посредством таинств святых. Евангелие помогает нам увидеть глубину, потому что это Слово Божье к нам, к людям. Господь ведает и говорит нам всё, что Он хотел сказать человечеству через апостолов. И нам очень важно знать крайне досконально. Очень важно изучить Евангелие и, конечно же, поделиться этим опытом со своими детьми. Поэтому вы можете на нашем сайте перейти, посмотреть, ещё раз почитать об этом курсе. Евангелие, чтение с детьми, евангельская хронология. И изучить вместе с детьми. Если дети маленькие, вы можете сами изучить это и просто давать им рисовать конспекты, давать им рабочие тетради, раскрашивать, делать какие-то задания. А сами уже более конкретно изучить можете. Если дети старше, то они прекрасно сами уже весь этот материал усвоят, закрепят в альбомах-конспектах и в рабочих тетрадях. Так что присоединяйтесь к нашим курсам. Надеюсь, они будут вам полезны и помогут вам, как родителям, наладить отношения и научиться говорить с детьми о Боге на понятном им языке.